хорошо да как вас зовут здравствуйте меня зовут светлана я живу вам в англии до давно вы живете 25 для 25 как погода в англии сегодня тепло было плюс 10 понятно я сказал всем что три дня я остро занят потому что сдаю книжку и вот занят этим но вы мне написали что никак не можете понять как же этот метод ключ применяется потому что у вас проблемная какая-то ситуация я вас попросил давайте мы в зуме для всех сделаем чтобы все поняли о чем же речь идет насколько я понял вы когда делаете эти приемы вы все время ждете ну что вы посмотрели там ликбез там посмотрели как люди там чувствовать себя и все время это ждете я вам говорю о чем они же в зум заходят и в зоне задают вопросы я там подсказываю как это сделать и все друг другу там помогают а вы просто посмотрели запись вы не были в зуме и поэтому я вам не мог подсказать вовремя на что надо быть настроены первое первое надо попробовать и если у вас где-то более вы просто найдите эту волну вот когда вы можете переживать о чем переживается и думать о чем думается на этой волне по приятной зоне называется зона комфорта зеленая зона вот сейчас вот колебайтесь вот так вот как вам приятнее переживайте о чем переживается я я вам хочу сказать вот это состояние которое ноль состояние эмоциональная отрешенность дистанцирование такое благостное состояние умиротворения если вы будете ждать каждую секунду она не приходит потому что вы не знаете чего ждете чего-то ждете необычного не надо ничего ждать вы просто переживаете о чем переживается если это вас гложет какие-то мысли там как мешалка такая в голове вы переживаете сначала делайте ключевое дыхание одну минуту прислушивайтесь теплее вдох у вас или выдох потом делайте волну вы можете это делать сидя вы можете это делать стоя и подбираете те действия которые вам подходят прекрасно понимаю я очень хорошо понимаю что вы говорите но как оно должно все происходить я не понимаю ну хорошо вот смотрите положить и руки подышала хорошо я не но вы сейчас подышите пожалуйста прямо это вот не теория понимаете это если человек не сделает он этого не поймет нету думать о чем думается просто одну минуту буквально прислушивайтесь теплее вдох у вас идет или выдох и все это мне важно что именно теплее вдох или выдох но когда вы пытаетесь прислушиваться именно к теплу но сейчас я не буду объяснять это получится что я внушаю понимаете вы часами сделайте одну минуту да и можете качается в это время вот так как маятник пожалуйста это волна называется у нас ключевое упражнение волна да и одновременно можете делать это пожалуйста и ключевое дыхание одну минуту и да да разминайте разминать вы правильно руку держите вы наверно насмотрелись в нашем любви у меня здесь как гвоздь только вот так я не достаю до этого места где болит надо как-то вот этой рукой как его искать вот это место что ну да да поищите там и потом у вас есть там проблема шеи действительно надо там на ликбезах побыть и я подскажу какие еще делать какие точки нажимаете как лучше разминать делаю лучше с утра и вечером и вся моя семья уже уши мнет и за ушами и здесь и это я чувствую что зажимов здесь сзади и и отдает и вот как будто здесь в заде в затылке постоянная тяжесть чувствую а давно у вас такое состояние ну вот авария была лет 20 назад даже больше 30 наверное и и там выплаш был этот а потом со временем начало болеть очень сильно здесь шеи я думаю оттуда идет проблема может когда я тесную обувь носила ну не знаю я в общем шея болит давно уже много много лет скажите когда авария было вы сознание теряли да конечно авария большая была понятно то есть вы человек выздоравливающие выздоравливающие то есть в принципе мы не лечим людей это не клиника это школа человек будущего хомофутурус где просто дается критерии принципы правила как подобрать собственные простейшие действия для того чтобы снять лишнее напряжение снять блоки тела и блоки сознания выйти из высокого стресса я обычно показываю индикатор напряжения или шкалу стресс или градусник напряжения как я объяснял это 10 до вы там смотрели молодец молодец 10 это шторм когда плохо когда тяжело когда неприятно а ноль это штиль когда покоя тишина состояние благоденствия но этому конечно мешает вот это все поэтому это все надо снимает по ходу раскрепощать и надо это делать не один раз а надо делать время от времени в удобное время допустим недельки две полторы в удобное время и там подбирать действия ключевые ключевое дыхание раз левитационные упражнения я там показываю как это делается если у вас руки по вашему желанию на автомат не выходят на идеомоторный рефлекс надо их ниже опустить надо найти чтобы не мешала шея но попробуйте сейчас попробуйте держите руки перед собой да давайте сидим можно стойка ну как удобно молодец вообразите что они расходятся в разницу только не двигайте сами механические это не это другой принцип движения это идея рефлекторное движение идут и долго молодец молодец вот потрясли правильно по молодец какая правильно вот это и есть подбор действий которые вам помогают с неотличное напряжение вы сказали метод подбора путем перебора уши я тут должна перебирать и как я че тут должна перебирать вы потряслишь и делайте что тело чувствуете правильно то есть прислушивайтесь себе что вам нужно для того чтобы снять напряжение и подбирайте действие давайте гравитационные механические и повторяемые и волну это вы механические двигатели они сами летают громче говорите пожалуйста сойдутся разойдутся а потом все не одну сделайте сделайте несколько раз злиться что нет ничего не сходится не расходится вот когда не сходится не расходится надо снять зажим потом опять попробовать да и положение рукам придать удобно чтобы шеи не мешало а то вы воображаете себе образы что они легкие расходится шея давить и получается конкуренция сигнал то есть это нормально если они сразу не стал там качаться сразу ешь на нормально но как же ничего не идет никуда я ну подождите вы же только сейчас показали что идут у вас как идут или не идут один раз идут и все слушайте давайте еще раз мы говорим подбираешь то что получается и отбрасывая что что не выходит если у вас один раз идут повторить это несколько раз и когда вы несколько раз повторяете то что у вас получается у вас начинает сниматься напряжение снимаются блоки и начинает получаться это что раньше не получалось повторите несколько раз то что получается давайте что вы делаете я не вижу рассказывает я специально бросил дела все вот я говорю что я остро занят три дня прошу книжку сдаю ну вот ради вас и чтобы и все поняли кто не понял там же новичков много которые не знают что это такое ключ это подбор путем перебора действий которые вам комфортны которые получаются вплоть до автоматизма сочетание этих действий вместе с точным массажем если нужно с разминанием ушей если нужно там же много чего есть это надо подписаться на youtube канал и все время смотреть новое смотреть ликбезы участвовать там зумах смотреть вебинары участвовать на вебинарах там тоже зуб сбрасывается во время трансляции вот 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 молодец что у вас происходит вот перестала улыбнитесь вот пошли видите потому что это не экзамен в институте это как детская игра перестала и ничего страшного снимите напряжение другое можно сделать упражнение вот наташа мне кузьмина подсказ вот она писатель пишет из белоруссии у меня в гостях пишет книгу и она за это время пока мне помогает она уже специалиста превратилась профессор уже подсказывает давайте давайте сейчас у вас все получится перебирать чем не перебирать тут надо а вот вы сейчас перебираете я делаю что вы говорите нет вы слушайте свое тело что вам хочется это подсказки тело вам хотелось размяться надо размяться это значит вы делали одно потом вы подбираете другое я сейчас объясню в чем суть когда показывают какие-то упражнения например йоговский или там цигун или как физкультуру или вообще что-то там нет принципа подбора путем перебора там говорят делайте вот так и вы вот так делаете понимаете а если у вас не получается вам говорят повторяя пока не получится то есть люди учатся шаг за шагом степ так сказать по шаблону отец говорится подбирай то что получается отбрасывай то что не выходит сразу что это именно то что твое твое движение я могу я могу так делать я могу это делать то что он подходит а вам подходит то что организм просит они по шаблону вышел ваш организм сейчас просит подсказки тела какие пожалуйста от стыда сожмитесь сожмите 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 сделайте движение которое вам подходит сейчас сплакаться хочется правильно правильно мы же что раз говорили если ты пытаешься делать действия ключевые тебе хочется расплакаться надо что надо плакать а если тебя спать в этот момент хочется ты начал расслабляться и вдруг я спать хочется надо поспать это и называется учиться слышать себя так да 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 плакать хочется плакать надо разгрузка конечно вот-вот-вот-вот подергайтесь подергайтесь молодец вот вы начинаете да 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 давайте 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 делать и делайте что организм просит там есть упражнение потрястись там есть упражнение хлевого стами упражнения побегать на месте попрыгать на месте там есть упражнения самые разные надо перебирать эти все разные движения хотя бы и подобрать себе то что вам подходит и создать таким образом свою собственную синхрогимнастику сколько сколько надо что какое-то действие повторять чтобы почувствовать что она твою что вы имеете ввиду по словам твою это то что тебе в этот момент хочется сделать это представление вот тебе научили вот так не по штамбу не по стереотипу по организменному зову что ваш организм хочет это твою поэтому когда вы первые дни занимаетесь в удобное для себя время может быть это если у вас там накипело и 15 минут и 20 минут а потом вы научаетесь через некоторое время быть спокойнее уравновешеннее свободнее блоки уходят вы становитесь более здоровый вы начинаете уже не только думать о своих болях и переживать особенно площадь травмы мозга после аварии а вы уже начинаете создавать что-то творить вы каким-то любимым делом занимаетесь внимание вот когда вы делаете эти подделки из шерсти вывод когда сидите или стоите когда вы это делаете вот всем внимание пожалуйста сюда так вы когда делаете эти подделки вы сидите делаете да что вы при этом чувствуете вот раскачивается вова правильно правильно даже не задумывалась сама уже раскачивается правильно это инстинктивное действие которое снимает напряжение правильно что вы чувствуете когда вы заняты любимым делом ничего не она вы сидите делаете иначе вы не делали зачем вы это делаете мне процесс нравится создавание чего-то правильно вот вы сейчас руками это показали вам нравится этот процесс и что во время этого процесса вы ощущаете но отрешенность я ощущаю стоп стоп отрешенность это и есть эмоциональное дистанцирование отрешенность это и есть созерцательность отрешенность это и есть нулевое состояние когда вы можете думать о чем-то но не находитесь внутри того о чем переживаете и вот теперь вопрос очень важны вы говорите потому что я занялась этим рукоделием чтобы справиться со стрессом у меня был ужасный стресс дочь самоубийством занималась и муж инвалид и младшая дочь инвалид и тут такое было мне просто что-то надо было сейчас говорить и машете руками правильно конечно вот это есть ваши действия которые сам организм рождает конечно плакать хочется надо плакать смеяться хочется смеяться вы вот полчаса часика первые дни первые дни побудьте сама собой вот вы сейчас делаете то что вам хочется вот вы взяли вот так делаете но я хочу вернуться к этому вопросу когда вы заняты своим рукоделием вы говорите безмятежность чувствую вот это и есть когда человек делает ключевые приемы он тоже туда же погружается ключевые приемы это механизм любимого дела это механизм санатория когда человек остается самим собой когда он снимает стресс когда он выплативается когда он например психоанализом занимается вот теханализе сидит доктор сидит психотерапевт типа налете к вам задает вопросы наводят вас на больную кем и вы выговариваетесь 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 и освобождаетесь на время у вас такое обновление происходят люди же тоже разгрузки психомяч а вы сами теперь делаете без психоаналитика там же надо нанять человека ему деньги за это платить а вы можете сами дома у себя начать делать что-то говорить что-то про себя говорить там ногой топнуть руками хлёст делайте сами себя приводите в порядок понимаете ну когда это пишешь книжки подбирай действие который тебе соответствует в роли как написано на ю тубе в описании если кто посмотрит там написано все приемы и упражнения ключевые они основаны на инстинктивных действиях человека который человек и сам делает только не обращать на это внимание но если он начинает делать осознанно то начинает развивать у себя творческие качества и способности и начинает развивать способности своего сознания управлять своим состоянием в любое время в любом месте но для этого надо процесс пройти вот так правильно правильно молодец 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 продолжайте делать и делайте что организм просит делайте слушайте свое тело это внутренний доктор начинает работать там и гормоны включаются и вы увидите сейчас что произойдет теперь слушайте меня внимательно еще раз возвращаемся к моменту когда вы заняты любимым делом покажите еще раз вот эту вот то что вы показывали вот когда вы этим занимаетесь вы сказали что вы отрешаетесь и занимаетесь если вы в этот момент когда вы это делаете от решаетесь будете каждую секунду думать когда вы отрешитесь вы сможете отрешить я обычно включаю какую-нибудь музыку вот вот то есть когда вы делаете любимое дело вы отрешаетесь кто-то вяжет там кто-то пальцами стучит кто-то на барабане играет а кто-то плавает когда он и в ритм входит у него снижается напряжение так если он будет думать каждую секунду например когда вы заняты любимым делом когда же я отрешусь когда же я отрешусь вы же не отрешетесь так и здесь то же самое вот вы делаете волну если вы каждую секунду думаете когда же я на ноль выйдет такой до утра не выйдете правильно был в любимом деле вы же не думайте об этом а здесь думаете ошибка это ошибка я все время во всех книгах свои пишу говорю об этом что не надо превращать это в экзамен это детская игра как бы эта игрушка для здоровья для счастья то есть вы делаете эти движения думаете о чем думается переживайте о чем переживается решайте те вопросы которые вас волнуют и не ждите каждую секунду что вы отрешитесь когда вы ждете какого-то выключения как вы можете выключиться если вот этот момент мобилизованы не знаете чего ждать вы понимаете вы просто вот например выше на волну на волну вот сейчас качаетесь качаетесь эту волну можно делать шалтое болтаем упражнение можно делать вот так вот волна сидя покачиваться в этот момент надо пустить мысли на самотек а не проверять я каждый момент вы выключились или не выключились на тоже ошибка вот делайте пожалуйста делайте плакать хочется да да плакать смеяться хочется нас смеяться если хочется подергаться надо подергаться вот это надо все дел я об этом все время рассказывать надо быть естественнее. Это и есть перебор, подбор путем перебора. А как по-другому это объяснить? Хочешь плакать, плачь, хочешь смеяться с месяцем. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. И так и хочется в этот момент. Как вы в школе учились, спросите. Плохо, да. Есть вещи, которые надо понимать иносказательно. Есть вещи, которые надо понимать, которые буквально. Когда я говорю подбор путем перебора, я говорю о логике вопроса, как естественные процессы осознать. Когда мы пытаемся осознать естественные процессы, которыми мы живем, заняты любимым делом, например, отрешаемся во время любимого дела, жестикулируем, когда хотим что-то сказать. Вот как это разделить на кусочки и объяснить логический? Почему человек жестикулирует? Объясняю. Потому что, когда он течение мысли, которые образы у него возникают, сопровождает соответствующими действиями, когда у него эмоции, ум и тело синхронизируются, у него возникает внутренняя целостность, психофизиологическая согласованность, и напряжение падает, у него нет внутреннего конфликта, потому что у него едины сейчас и движения, и мысли, и эмоции. И у него целостность. Вот видите, что вы сейчас делаете? Давайте, давайте, давайте. Вот, 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 вот так, 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 вот. То есть, я тут тренер, тот мастер, который учил человека быть естественнее, быть самим собой, хотя бы время от времени, чтобы восстановить свое здоровье, чтобы восстановиться после стрессов, после травм. Мы же не клиника, мы не лечим. Мы просто обучаем человека, как снимать лишние блоки и напряжения, чтобы выйти на свое состояние творческое. А там моменты, переходные моменты, и слезы, конечно. А как же? А почему они плачут? Ну, им плохо, они плачут. А что вот это вот ты подвигался, а потом сидишь с отрешенным взглядом? Это следующий этап уже? Да, это стадия после действий. Вот вы все поделали, допустим, похлопали, поплавали, побоксировали, что вам хотелось, допустим. Да, там, может быть, вы захотели бы и волейбол сыграть, или, допустим, фехтование, или бой с тенью, ну, что кому приходит, что хочется. Потом сделали левитационные движения, сделали ключевое дыхание одну минуту, вышли на волну, отпустили себя, переживая, что переживается. И наступает то состояние, которое груз упал с плечи, появляется освобождение. И люди говорят, о, легче стало. Это надо делать, это же практика, надо не просто выслушивать, понимаешь, это надо, у вас травма, сколько лет, мозговая авария была, и вся семья. Ну, конечно, надо делать, ну, хотя бы там, начните там 15 минут в день, в удобное время. Хочется выговариваться, надо выговариваться, закройте дверь, чтобы не подумали, что вы с ума сошли. Ну, как раз, что вы выговариваете, что психоаналитика, что вы выговариваете из себя в комнате. Разницы нет. Там же не думают, что вы с ума сошли. А здесь люди думают, вот что это я выговариваюсь. Это тоже самый механизм, просто я людям объясняю, на чем основан психоанализ. О том, что наводят на больную точку души, и человек выговаривается. Ну, это же можно и самому в комнате сделать, не ходя ни к какому психоаналитику. Ну, да, да. Ну, да, это же можно и самому сделать, не ходя в фитнес-центр. Ну, когда у вас времени нет, когда вам хочется пойти, пожалуйста, идите, я же не против этого. Ключ нужен человеку для того, когда у него есть проблема, и нет никаких инструментов. нет фитнес-зала рядом, нет бассейна рядом, нет психотерапевта, ну, он один, но бывает такая ситуация, когда он заперт в какой-то ситуации, один. Что надо делать? Вот это ключ. А то мне кто-то говорит, а я так на лыжах себя хорошо чувствую. Значит, он не понял. Ключ дает то же самое состояние, что он получает там на лыжах. Но он это же самое состояние может получить у себя в комнате или летом, когда нету снежной горы или лыжи. Если вы будете делать эти движения. Можно я спрошу у вас, правильно ли я все понимаю, что вы говорите? Вот вы сейчас правильно раскачиваете. Смотрите, вы вышли на инстинктивное, правильное действие. Потому что я вас отвлек разговором, и вы вышли вот на него. Вот это и есть. Вот сейчас автоколебания. И вот скажи сейчас, вот в данный момент, как ваше состояние? Что-то меняется, как было вот 10 минут назад и сейчас? Нет, сейчас наполовину, наверное. А, снизилось, да? Да, наполовину где-то снизилось. Ну, вы сами так делали? Сами? Вот посмотрели наши ликбезы бесплатные. Вы так делали? Как я сейчас рассказывал, делали? Да, я делала так. Я вот хочу у вас спросить, правильно ли я это все... Сейчас, момент, у вас снижалось вот так вот? Нет. А почему вы делали, а у вас не снижалось? В чем разница? В чем разница? Ну, как вы делали, как сейчас делали? В чем разница? Почему сейчас снизилось? Потому что вы разговариваете, отвлекаете меня. Правильно. Поэтому я вам сказал, когда вы делаете упражнения, не надо все время себя проверять. Я вам поэтому пример привел. Когда вы там вяжете свое, любимое дело, делайте, вы же себя все время не проверяете. Вы увлекаетесь любимым делом и вас отпускают. Поэтому вы им и занимаетесь любимым делом. Правильно. Поэтому я сейчас вас отвлек точно так, как когда вы любимое дело делаете. Вы отвлечены. И поэтому вы успокаиваетесь любимым делом. А сейчас я вас отвлек. И поэтому вы вышли именно на свое колебание. Я понятно говорю, нет? И поэтому у вас снижается напряжение. Я вам сказал, плакать хочется, плачьте. Ну и когда ты делаешь это сам, тебя же никто не отвлекает. Ты же сидишь и погружен в свои мысли, которые тебя не отвлекают они. Послушайте. Вы поймете это, если вы посмотрите несколько ликбезов бесплатных наших. Посмотрелось, я смотрела. Вы когда смотрите, вы не слышите, о чем там речь идет. Потому что вы в этот момент заняты своими болями, вы все время думаете, там что-то, понимаете, вы никак не можете сложить одно с другим логически. А я как раз примеры привожу. Я вам сейчас приведу пример. Когда вы заняты любимым делом, вы же отвлекаетесь и выходите на состояние безмятежности. Я примеры привожу, чтобы люди понимали, что они это же состояние получают в жизни. Только они получают это с помощью бассейна, любимого дела, они получают с помощью бега, с помощью лыж, с помощью фитнеса, с помощью массажа. Я примеры привожу разные, для того, чтобы вы поняли. Вот, вот, вот. Алгоритм какой-то здесь есть. В этом методе, я так понимаю, что найти свое, закрыться или как-то, или даже можно не закрыться. Это запуталось. Ой, ты молодец какая. Ну, я понимаю вас. Я понимаю. Послушайте, послушайте. Я думаю, я думаю, вы сегодня уже кое-что получили. Потому что вы сегодня вдруг услышали для себя, я несколькими разными способами пытался до вас донести, что когда вы заняты любимым делом, вы получаете эту безмятежность. Да, да, это так и есть. Но как оно делается без этого? Вы же говорите, не нужен фитнес, не нужен бассейн, не нужен бег, можно сесть в комнате. Слушай, нормально, послушайте, послушайте. Я имел в виду, когда приводил пример, что вы заняты любимым делом и получаете безмятежность, я имел в виду в той точке, что когда вы заняты любимым делом, вы не проверяете себя каждую секунду, отключились вы или нет. Ну да. Именно этим же так же подходом. Надо, когда вы делаете упражнение, не проверять себе каждую секунду. Я в этом смысле сказал. Хорошо, поняла. Нет, вы не поняли. Действительно, после травмы сколько лет вы страдаете, вы сказали. Спина, наверное, лет с 10, лет 40, шея лет 30. Как вы спите? А как вы спите? Ну, сплю. Когда дают, то сплю, когда не дают, то не сплю. А кто вам не дает? Соседи или кто там? Нет, дочка младшая, инвалид, она не дает. Вот у вас какая нагрузка, видите? Поэтому я вам предлагаю, выходите в следующий раз на Ликбез, выходите в Zoom, мы во время трансляции там сбрасываем ссылку на Zoom, на вебинар, выходите на Ликбезы бесплатные. У нас канал специальный, понимаете, чтобы донести до любого человека как можно, наиболее простыми способами, даже омолаживаться. Вот посмотрите, про меня все говорят, что вы все время молодеете. Ну, конечно, это дело не в рубашке, это Калсон, конечно, создает впечатление, но я шутник тоже при этом. Дело не в рубашке. Я не ожидал, что мы с вами сегодня будем разговаривать, потому что я в прошлом ролике сказал, я три дня остро занят. Ну, вы попросились, вы попросились, и я решил, воспользующий момент, для всех объяснить, когда делаете упражнения, ключа, подбирайте то, что вам подходит. А подходит вам то, что вы делаете без усилия, легко, а вы без усилия делаете то, что вы бы и сами сделали инстинктивно, но вы не догадывались. То есть 15 минут в день. Хотя бы вы, ну, с такой травмой, конечно, столько лет страдаете, за одну минуту вы все не сбросите, вот видите, вы начинаете, у вас все получается. И вот вы вышли сейчас на автоколебание, вот вы сидите, разговариваем со мной, а сами качаетесь. Вот на это колебание, когда человек выходит, переживая о своем, когда он уже начинает сам качаться, не задумываясь, как качаться, это и есть зеленая зона, это и есть именно синхронно своему состоянию, своей конституции тела, своему организму, если что-то мешает, размять, точечки нажать. А если ты качаешься, качаешься, и вот спина начала болеть, и тогда надо... Меняешь, меняешь, вот это и есть подбор путем перевода. То есть, если ты стоял на ногах, там что-то делал, что-то делал, а потом раз ноги заболели, а, значит, надо сесть, и что-то... Конечно, надо поменять действие, конечно. А шаблон, как это говорят, 10 раз качайся, или два раза сюда, три раза сюда, или вдохни 16 раз, потом выдохни, это шаблоны. А мы не шаблонами занимаемся, понимаете? Сначала подышал. Обучаем вас, обучаем вас подбирать сама, подбирать сама, слышу свое тело, по подсказкам тела, думай о чем думается, переживай о чем переживается, не прогоняя мысли, а подобрать дни себя с синхронной вашему состоянию, когда вы автоматически выйдете на свое, понимаете? Станете сама собой. Вот почему я такой тяжелый, травмированный инвалид. Шею мне оперировали семь с половиной часов, а мне 70 лет. Почему я с каждым годом моложе? Не знаю, я вас раньше не знала. Ну да, я же создал этот синхрометод, метод ключ для саморегуляции, и при этом я теперь с каждым годом хуже и хуже себя чувствую, начинаю пользоваться своими изобретениями. Да, и мне помогает вся школа человек будущего, хомо-футур, все люди, которые со мной связаны, которые уже умеют, помогают другим, и специалисты профессиональные у нас там есть, которые уже у меня персональную подготовку проходят. они помогают всем другим, да. И поэтому я, например, молодей, я могу сделать, вам дать советы, чтобы вы помолодели. Пожалуйста. Да так вот, первый совет, первый совет, не ждите ничего во время этих приемов и упражнений, делайте только то, что вам приятно. А после того, как вы поделали, посидите, отпустите себя, сделайте одну минутку ключевое дыхание, прислушиваясь, теплее вдох или выдох, да. И отпустите себя на волну и думайте, о чем думается, переживайте, о чем переживается. Это волна называется, ключевое упражнение самое лучшее в мире сегодня, самое лучшее в мире. Волна. Упражнение волна. Для того, чтобы туда выйти, надо так покачиваться, ну, как маятник, покачиваетесь, но переживайте о своем. Не надо мысли прогонять. И тогда получается модель, как мама качает ребенка, подбирает ему ритм. Такая модель получается. И в этот момент не ждите, как вы заняты любимым делом, не ждете, что когда вы будете дистанцированы, отрешетесь и так далее, когда у вас 10 станет на ноль. Не ждите, оно станет так. Ну, вам даю совет практически. В течение двух недель находите себе удобное время. Поделайте так 10, 15, 20 минут. А если вы завязали в этом, вам хочется продолжать и продолжать. Так продолжайте. Хочется продолжать, так плачет. А если не завязываешься в санатории, это вы восстанавливаетесь, а? А если не завязываешься в этом? Делаешь и не завязываешься в этом? Значит, это не твое движение? Ну, если вам трудно делать, конечно, это не ваше. Но вы же делали сейчас без проблем? Ну, спина начала болеть теперь. Правильно. Вот когда начала болеть, и уходите оттуда. Да, уходите. Найдите другое действие. Хотите спать, спите. Хотите там лечь лягти. Если что-то делаете, всегда первые разы делайте около дивана, чтобы случайно не упасть. А это очень важно. А то кто-то возьмет, так расслабиться, так у него руки пойдут, так его тело начнет трястись. Понимаете, разные же люди бывают. Около дивана. А кому легко стоять, пускай делает стоя, кому хочется лёжа делать. Может, лёжа дирижировать вот так. Как приятно. Подбирайте себе действия. О, сердце закололо. Это хорошо. Ну, конечно, если после такой аварии, 20 лет, с такой травмой, после потрясения можно. Ну, конечно, конечно. Всё будет окей, как говорят у нас в деревне. Вопросы задайте, и мы сейчас с вами закруглимся. Мы сейчас выпустим этот ролик. Я ещё раз говорю до всех, что дайте мне три дня, я не буду больше выходить пока, потому что мне надо книжку сдать. Скоро выйдет у нас вот такая книга. Я туда сейчас фотокартинку. Для меня времени. Потрясающая будет книга. Прошлая книга у нас бестселлером стала. Да, я её читаю. Я её взяла, прочитала. Да, и вы читали книжку и ждали там, когда же вы отключитесь, да? Там это всё наступит. Там всё не наступает. Извините меня. Извините. Конечно, сразу так не наступит, потому что там же не для тех людей только написано, которые травму там, такую мозговую, столько лет страдают. Там и для всех обычных людей написано. Но и для тех людей, которые травмированы, если мы вот такими бесплатными любезами объясняем, показываем, и они, наконец, начинают понимать и чувствовать, о чём мы говорим, они выходят из этих состояний и переходят именно к творческим делам. И творческие дела у вас теперь вязание, вот ваше, то, что вы делаете, лучше будет получаться. Валяние назвал. Да. В общем, это не волшебная палочка, но палочка-выручалочка, да? Послушайте, вот вы сделаете недельку. Я вас очень приглашаю. Вот все на вас сейчас посмотрели. Да, с вами познакомились. Вы очень обаятельная, красивая женщина, между прочим. Должен вам заметить. Да. Через неделю, давайте я вас приглашаю ещё раз. Давайте. Пусть посмотрят результаты. Да, результаты. И вопросы, которые у вас возникнут за неделю, да? Да, да, замечательно. Так и сделаем. А скидку мне на это можно где взять? Ссылку или скидку? У нас скидок не бывает. Может, за деньги не работают? Ссылку на этот, что это будет? Ликбез, вебинар, на Zoom. Так это мы наше всё время, мы же за 2-3 дня предупреждаем. Если вы подписаны на канал YouTube был у меня. Да, я там. Я там всегда в роликах заранее говорю. Завтра ликбез или послезавтра ликбез. Нет, нет. Конечно. У меня не всегда notifications выходят, YouTube не всегда выдаёт. Ну, хорошо, я буду следить. А как я вам дам? Я же не знаю, как вам дать. Нормально, я отслежу, всё хорошо. Да, благодарю. Так мы вас ждём, и будете молодеть, во-первых. Давай мы сделаем как быстро помолодеть. Да, мы же хотели профессиональное выгорание. Выгорание сделаем, ну, как быстро помолодеть, потому что все меня спрашивают, какой-то с такой травмой молодеете. Я здоровья всех здоровых, мы же прочим хочу любимым делом занимаюсь. Да, это самое замечающее. И вы такой будете, вот увидите. Давайте через неделю, друзья, мы все соберёмся через неделю и посмотрим. Желаем вам здоровья, дорогая, здоровья, счастья и всему вашему семейству. Вы знаете, что? В следующий раз, когда будет бесплатно или без, выводите всю семью. Да. Конечно, мы всем покажем, конечно. Зумом, тем более зумом вы пользоваться умеете, так что проблем никогда. А это день и ночь картина моя, ведь какая. Она его лобик трогает и называется «Милый, у тебя температура». Да. Она такая смешная, но день и ночь. Я не ей. Это хорошая картина. Да, потому что она такая светленькая. Да. А она как бы наоборот чёмная. А у неё такая озабоченность в глазах, такая любовь. Посмотрите вот. Да, да, глазик очень такой внимательно смотрит. Да, это берегиня у меня, берегиня там, видите, мама с ребёночком. Да, но у меня ещё и другие картины там есть. Вот там этот самый кораблик. Следующая книга будет с картинами, ты скажи. Да. Не-не, вот кораблик, покажи кораблик, это очень хорошая картина. Это я вас сейчас развлекаю. Некоторые, некоторые, ну вам надо, что же откакнуть. Некоторые люди, знаете, они мне говорят, что ты там всё ли такие картины показываешь интересные? Почему они такие интересные? Ну там видно, видно, да? Да, да. Вот это золотая рыбка, видите? Это называется золотая рыбка. Мы проводили как-то вебинар, который называется «Как поймать золотую рыбку». То есть, как чтобы желания исполнялись. Так вы говорите, это волшебная палочка или нет? Это и волшебная палочка золотая рыбка, но если говорить языком сказок и образов. Ну, короче, школа у нас потрясающая. Она даёт всем людям из разных стран мира. Вот вы из Англии, там у нас Италия, там у нас Америка, там у нас Греция, там у нас Израиль, там у нас Болгария, Польша, Сербия, там у нас, ну, естественно, Россия. Да, ну, все там есть, Украина, Белоруссия. Да, так что вот теперь мы вас знаем. Всего вам доброго, здоровья вам. И всех участников школы, человек больше, хомофутурс, мы создаём науку человечности, как общаться по-человечески, по-доброму, с любовью к человеку. Ну, то, всегда забываем. До встречи. До встречи, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! До свидания! Продолжение следует...